Я прощаюсь с абрикосовым садом. Эта фотография сделана сегодня. Выпиливал три приема. Общей сложности 30 абрикосовых деревьев, 20 из них манджурцы, а 10, которые как бы манджурцев, их потомки или гибриды скульптурными. Так вот, там слева чистое поле после их выпиливания. Я, когда выпилил первый десяток, было 5-8 гебинаров, вспоминаю. Я думаю, сейчас с Академии наук, с Министерства сельского хозяйства, с Министерства науки и высшего образования, не смейте, отменяйте, срочно больше не пилите. Вот. Все, сейчас к вам едем, комиссия. Все, все, все. Забираем будущее урожаев. Все. По табличке повесим. Выкупаем у вас их. Тишина. Я выпилил еще десяток. Надо место освобождать. Место. Вот этот товарищ Андрей, мы ехали туда, Андрей говорит, как же так? Мы с тобой, Константинович, ездили к Чернобаеву. Вот. И он нам надавал, он любит угощать, и он нам надавал кучу этих плодов. Эх, может, потом время перерыва я вам покажу. Да может, тогда умреть от зависти. Они вот в холодильнике лежат еще. Только уже мои. Так вот, я имею в виду свои деревья. Он говорит, Константинович, я, а он же тут всю жизнь прожил, а здесь же садоводство первое в России до сих пор. Вы об этом не знали? Ученые этого не знают. Иначе бы они бы это. Все тут были бы. Вот. А не один доскобил у пенсионера. Этот самый. Кандидат наук. И тогда он мне говорит, Формел, а он все знает, потому что он работает в этом саду много лет. Почему у вас с Сергеем нет Формела? Я похлопал. Ну, так сложилось. Еще ему справку дал. Формел, это у него один из родителей. Белба. Фар, Бел. Бел, это Белба. Вот. Чего ж удивляться, что получился еще гибрид вкуснее. Это я ему сказал. Так и почему вы себе ни одного садуса не посадили? Тогда я ему сказал. Вот, Андрей, ты знаешь, зачем ты едешь? Это сегодня было. Зачем ты едешь? Ты сейчас место будешь освобождать под Формел в том числе. Вот до чего дошло. Видите, там дальше забор идет, а за ним это, пустое поле. Оно пустое 40 лет. Оно заросло этими. Вот они, березы. Видите березы? Вот. Теперь же ничего не вырисовешь. Даже если березы спилишь, все, почва угромлена дикоросами. Вот так мы и живем. Вот. Анекдоты, знаете, это когда я рассказывал, нет, жена крутится вокруг стола, нервы мотает, шипит от злости. А мужики пьют. Потом не выдержала, взяла, подошла к столу мужу, говорит, ну-ка налей мне. Хватануло полстакана. Фу, как вы пьете эту гадость. А вот так и мучимся. Вот. Так вот и я. И тут год за годом. Уничтожается уникальный материал ради другого уникального материала. Дожил некуда пристроить лишнюю эту. Хотя бы одну яблотку. Ладно. Это было грустно. Может, это даже весело будет. Посмотрим. Дерево сестак. Вот это вот, для примера, еще раз. Это прошлом медаль я показал. За это получили уральские ученые. Золотую медаль. Вот это вот. У нас такого добра и лучше. В десятках, сотнях садов. Вот даже сейчас, когда прошла беда, научили людей уничтожать деревья. Причем объяснили, что иначе они сами, они еще быстрее брут. Вот. И научили. Вот. Это для нас вчерашний день. Но врали теплее, чем у нас. Поэтому надо было просто ехать к нам. Собрать весь, все вот это, что было уничтожено. Вот. Тридцать лет сэкономить? Нет. Ну, ладно. Это вам не обидно говорить. Так. Про это я сказал. Стоит накладить персик, он перезимует. Вот. А это уже деталь. Так, полностью под снегом. Ткарку корыть. Вот. И еще раз говорю. Увнешний мужик. Четыре ребра жесткости, как бы сказать. Вот. Все детали, когда вы наберете, хотите персик под Москвой. Все. Сейчас время такое. Все узнаете. Вот. Так. Теперь. Вот это вот. Вот человек присылает вот эту фотографию. Как случайно получилось, на першень перешли. Вот эту фотографию. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Константинович. Пишет автор. Уже не раз переметал косточки. И черенки. Процесс идет. В данный момент вопрос по персикам. Получил косточки. Минусинского персика. Результат на фото. Вот. Это он прислал. Поздравляю его. За лето 70 сантиметров закрытый корневой. Первый зерк. Ёлки-палки. Ну почему нельзя сразу посадить на постоянное место? Ну сколько мне с вами воевать-то? Ну вы же ученики. Ну это же мой персик. Впереди пересадка. Пересадка опять половину отрежете. Точно потому что иначе это плохо приживаться будет. Ой. Это я сейчас только заметил. Про слова закрытые. В чем отличие между Хасанским и Минусинским? Он еще не вырастил. Он уже хочет знать раньше. Предлагает Косовский Хасанского с Приморского края. Так понимаю будет снижена взаимостойкость. И за климатом Приморья в среднее. По зиме на 10 градус теплее. Видите? Человек рамот и толково разобрался. Приморья, Хасанский персик, медий и морозостойкий. По сравнению с вашими. Мой регион Юг-Тюберской области. Другие сорта персика ориентированные есть? Начну со второго вопроса. Так. Во-первых, я скажу, что Хасанский и Минусинский сейчас есть. Был еще Бродский, но не мой. Отношения не имею. Даже где-то пожалел. А Безиду, Олег Олегович, я бы назвал его суперсозавод из Брянской области. Там рядом есть тут, которому не снилось. И вот эти жения. Ну так принято, понимаете? Так принято. Вот. И он мне взял, кажется, в общем сотни-две кусочек этого, Бродского прислал. Ну не пропадать добро. Продал. Ну продавал, естественно, не скрывая, от его имени продавал. Вот. И продал. Нету больше. Теперь остается два сорта. Хасанский и Минусинский. Еще раз скажу. Вот. Чем... Видите, предлагает тот же Хасанский. Допустим, все честно. Вот. Мне прислал два десятка кусочек тот же Бродский. Почему нет персика Бродского? Но там было название. Персик Шлихта. Я посадил. Взошло четыре. Получилось, у меня есть фотография. Получилось четыре больших куста. Вот. Я их не укрывал. Следующая весна пришла. Они были полностью мертвые по землю. Даже снеговый покровник помог. По землю. Мертвая. Но тут же из-под земли весна вылезли по новой. И получились четыре же куста. Еще пышнее. Но тут-то я уж обмотал. Тут-то я обмотал. Вот. Я это делал все второй раз в жизни. Первый раз делал Сергея Жензова. Помните. Я сказал. Хочешь бал или можем потерять персики. Вот парочку обмотай. Фотографию сделаю для статей. А ты это самое. Тебе будет учеба. Ты первый мой ученик. Он обмотал. Вот. А эти четыре челезка колетка. Явно что персиклик. Вообще не держат сибирскую зиму. Вообще. Да. Жалко. Я бы с него челезки взять. Да привить бы. А это в Сенце были. Все. Пришла весна. А снимаю это все обмотку. Жду, когда он распустится. Он вообще. И даже корни ничего. Ни одного росточка. Я понял. Персик шлифта. Который тоже. Имеет какие-то свои достоинства. Наверное. Вот такой. Вот. Да. Крупнее. Культурнее. Не для. Если чудо-палов там же. На Дальнем Востоке. Укрывает. А что же я буду говорить. Поняли. Да. Значит. Это раз. Теперь. Еще расскажу. Это важнейший момент. Потому что мне нужно продать еще то ли 500, то ли 800 косточек. Так. Мне же еще пришла Сахарина. Это подарок лежит нетронутый. Хочу продать. Рассчитаться с Галиной. О. Фамилия Яковлева. Вот. Сколько там было. 300 с чем-то. Не 200 с чем. Даже не подходил. Подберзали. Было. Урожай пропускали. Было. Но были эти. Как это называть. Трюмки. Когда телевизор снимала. Курлисты приезжали. вспоминаю, угощал першиками с этих, с неукрытых деревьев. Да укройте его трехметровой. Вот. Теперь так. Как получилось? Я не отрицаю, что не я создавал, я не мог, я не могу создать першика. Не как сорт, не как генома. Не могу. Женщине, пенсионерке, я в тот раз чуть-чуть не договорил, пенсионерке, бывшая учительница из поселка Сизая, а она там ближе к араб, то есть Енисей ее уже не дышит. Не завязающий Енисей не дышит. Вот. Там где-то улица в горы вверх. И она сказала так. Я получила першик под названием Хасадский. Все. И вот у нее замерз чертой матери. Когда я нашел такую веточку, дальше, сейчас она пошла, пошла, пошла. Сейчас она пошла, пошла, пошла. Вот. Сад Безинова, кстати. И получился настоящий троп в средней полосе России не укрытая и не погибает. Вот. Теперь отвечаю, то есть я ответил на тот вопрос. Когда я сделал несколько поколений, вырастил на мальчурских априкосах, на китайских сливах, к ним перешла, попробуйте сказать, что нет. Сейчас ну вы сами понимаете, врага доживет. Потому что я на этом засыплю, у меня с десятки уже сотни примеров. Барно-стойкость передается это с помощью и затем регулизации с помощью прививок. Точка. И так получается, что мой Хасадский там не выдерживает или выдерживает. Видите? Он определил, что там на 10 градусов теплее. Дальше. Вопрос, какой был задатель? Чем отличается? Я очень пригодился вот эти фотографии. Вот. Понимаете, как получилось-то? Я вам рассказывал, как я лезал, лезал, лезал в шальки. Я был в полной нищете, 100%. Так. Со сгоревшим садом, оборудованием. Со всем. Вот. И 3 тысячи в одном в детском садике и в другом. А надо было жить. И тогда, когда я вот эти ветки срезал, я уничтожил у себя вот такие вот примерно, вот такие примерно деревья. Персики. А потом инициатива перешла к Чернобаеву. Но у него нет ни одной веточки, ни одного кости из чужой стороны. Только моё. Да? Умезенного. Да? Часть сортов у этого, Бакарова моё. Дальше у этого самого, в Ашкирии моё. Там везде вот такие фотографии мне прислали. Все они прислали вот такие. Самое яркое различие я увидел сам. Вот подходишь к Меносинскому, вот подходишь к этому, ну тут одинаковые, происхождения разные. ещё раз. Меносинске мне 20 сельцев при Меносинске, это условное название. Вот. Привёз друг, приехал пешком, в смысле, на автобусе, вот, 20 штук мне подарил. Эту историю 10 раз повторял. дохли, 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 сейчас у меня их 5. Ну, выжили. Вот. Это сельцы, понимаете? А мои Хасанские прошли все. Я начинал только через прививки на Банджурцы, и я показывал эти фотографии, которые мои не хуже, но мне стыдно ещё раз показать одно и то же. Помните, с красивой девушкой появляется и так далее. Так вот, наибольшее различие выделились именно у Безинова. Он ещё добавил, Олег Олегович, я себя ничего и напутал. Головка у меня уже слабая и держится плохо, вы что, извините. Вот. И побаливать стал, как бросил в Баржеване. Так вот, помельче и ярче окрашивание в Минусинске, на вопрос отвечает. И вот, примерно, такое, у меня не такие. Ну, я вам свои фотографии всегда показываю. вот. А вот прекрасно, вот, видите, а вот тут Хасанский. Что вы имеете против Белкого Минусинца? А? Смотрите, глаза. Ну-ка, кто-нибудь скажет. А, было, было, вы знаете, первые годы. Это, у Железова мелкие. Фу. Это, вы понимаете, самого нет ни одного, а у Железов мелкие. Лучше не иметь. Но мелкие, ни в коем случае. Извините, разговаривался. Все, я помирать собирался, поэтому я пытаюсь что-то сказать. Пусть и дальше. Я на вопрос ответил, чем отличаются Хасанские, вот они, вот они, вот Пенусинского. Олег Олегович, если что-то, поправьте меня, я извинюсь, еще вернемся к этой теме. Ой, да, как бы французский акцент. Так, зачем ударить вовски? Это название, я ни при чем, это прямо название очередной статья, которая прямо на сайте. У меня в ролике там есть и это, как оно, и печатная часть. В сегодняшнем видео мы разберем проблему волчков. Иван Васильевич Бабин, ох, не успел я убрать его фамилию, я обычно не цепляю людей. Они хорошие люди, но они просто, знаете как, как он научили, он будет, и через 10 лет уже вся страна будет, перейдет на железную и скажет, что волчки это ценнейшая вещь, уж точно отрезать, уже себе можно работать, даже формировать. Два-три года ждать полноотношения, потому что они позже вступают, а он об этом не знает и пишет, что такое волчки, в чем заключается их вред. Вы понимаете, и дальше приятного просмотра, и дальше он будет их уничтожать, уничтожать, а лицо уже настолько привычное, а просмотр в сотни тысяч. Ну, дружище, нельзя так. Ты разбери, что такое волчок. Дело в том, что происхождение волчка, которое не из почки, а из клетки, клетчий материал, которая клетка есть, в каждой клетке есть будущее дерево. это прямо ее чертеж, ее лекало. И вот тогда, когда наступает беда с деревом, оно восстанавливается кронус с помощью волчков, а? Ну, я случайно не вычертывал. Иван Васильевич, дорогой, ну, когда ты перейдешь в нашу сторону? Да тебе не надо извиняться, просто в следующий раз будешь ходить с лунду бедами и говорить. Представляете, волчки, волчки, это подарок нам от Бога, не от Дарвина, который сказал, что существует постепенно усложнение организмов, да, вот. Постепенно, помните, да, потом начинается разброс качеств, в этот момент все, что уходит вправо, влево, вверх, вниз, все высокие погибли, это не хватило там влаги, корешок покороче, погибли, то, что называется венторов, и вот все это постепенно, 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 чтобы сохранить его геном целости, а когда случается катаклизм, выясняется, что там, где дерево, которое сохранило свои качества, оно и погибло, отток, которое вдруг, например, корешок чуть длиннее, а наступила засуха, и вот этот корешок настолько длиннее, и вдруг на какой-то подземной жилы дотянулся, жилы, я имею ввиду, водоносный слой, они там, вы знаете, что там идет, вот так, как этот, ну, мы проходили, помните, вот так идет этими слоями, как пирог, вот он дотянулся, и все, я же не зря, я же говорю, не поливая деревья, они без, там до воды 10 метров, но это не значит, что на высоте 8, 4, 3, 2 метра нет воды, есть, единственная вода нужна в верхнем слое, чтобы растворить питательное вещество, суп приготовить, а так, корни глубины, они для того, чтобы оттуда взять в чистом виде минерально-солевой раствор, который имеет морозостойкость, точку незамерзания, точка незамерзания, гораздо сильнее, как ее назвать, точка незамерзания, гораздо выше, или выше, или ниже, сами понимают, чем речь идет, при более низкой температуре замерзает, а при этом нет, вот это, то надо объяснять-то людям, и тогда вылазит волчок, потому что он еще не видит, что крона уже подмерзла, а он не видит этого, то уж есть, и вот такие вот, где они там, ну, сотни показалось, есть еще добавить сюда искусственные, крону, как с самого начала, они, они, они осветлитель мне, помните, хороший человек, все, они прорядить ли мне, вот тогда они попрут, то есть, все наоборот, все через зад делается, ребята, я уже столько раз об этом говорил, а вот это для будущего учебника, горло совсем перехватило, а я почти клячу, почему волнуюсь, я за деревья заступаюсь, чтобы эти волчки, я не трогал, их еще можно, вот я видел волчки, метр два, тонкий, длитый, так вот, конечно, как будущий крона не годится, можно укоротить, можно начать формировку будущих крона, но ни в коем случае не отрезать, особенно на кольцо, вот вам еще одна рана, подпустите меня, к тебе откуда маяться, дальше я не смогу говорить, я быстро, так вот, Продолжение следует... 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 Да потому что она Растелилась Под почвой Вот и все Миллионы лет ее угнетало Миллионы лет И оказался вариант неплохой Мелкая, невкусная А что же вы хотели-то А с юга вот она, пожалуйста Вот это я использовал Эту фотографию А вот еще Это Юлечка Матвеева, моя духовная дочка Студентка приехала на практику Ко мне, убедив своих учителей Есть же нормальные люди Поехала так А я ей справку-то дал Я председатель фельдовского хозяйства Железа Я дал справку, все законно Так что она имеет Ее Когда она была Студенткой Ее засчитали Что ее практика Была настоящая Я сказал Юля Присядь Вот здесь вот Была отрезана Заранее Это я учился Это Юлю учу Прошли годы Это Этой фотографии Прошли годы Вот Сразу раз Сразу Кустовидная форма Вот И Касается Она Ну и потом Я вам покажу Потому что Сумасшедствие продолжается Я имею ввиду Учеба По уничтожению Сейчас эти черешат Продолжается Впереди зима В реалии Рад Больше 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 Готов Предоставить Сотни фотографий Академии наук А может быть Когда-нибудь С ней зайдете Вот таких фотографий Нет Если я покажу Вашу фотографию Вам самим Плохо станет Вот Знаете По каким вы учились А я знаю Что я много Сегодня не успею Рассказать Вот Ну-ка человек Который вчера Помирал Извините Имеет право Говорить Все что Глядит ему в голову Публикации СМИ А как бы Побыстрее Просто покажу Вот Ваши учителя Учились Сейчас покажу Почему Вот И сильно ли я Похоже на фотографии С моим сыном Артемом С моей дочкой Юли Сейчас покажу Я иногда Эту фотографию Показываю Чтобы не думали Что я Это самое С подвороти Сейчас Вот это вот Смотрите Это железо Видели Вот А вот это Мечелез Видели Похоже Вот так вот И мне кажется Что я имею право Говорить То что говорю Потому что Если Есть наблюдательность Она уже не важна Где это наблюдательность Еще одно Доказательство Вот оно Еще одно 31 год Я получил Эту награду Настоящая Награда Так Идем дальше Сейчас я Все таки Покажу Что у вас И как Здесь много Чего Это Вы представляете Вот с 19 века Видите Твердый знак Ничего Не изменилось Ничего Такое Представление Что Преподают Выпустили Ученики Кидут Куда угодно И кроме Моих двух Этих Учениц Матвеева И это Самое И Советич Никто Сады Выращивать Умеет Кстати Обе Не пропали Еще Как Не пропали Я обоим Горжусь Я имею Это Право О Вот Это Вот Я вам Показывал Это Они уничтожают Деревья Не верите Долго Уничтожали Долго Уничтожают Это Все Серьезно 21 век Сейчас Я вам Покажу Это Все Ребедники Откуда Они Такие Взялись Умные Вот Они Уничтожают Все Ветки До Высоты 2 Метра Не Шучу И Все Сходит С рук И Никто Я Кричу Караул Помогите Остановите Это Все Бесполезно Обрадовать Меня Ругать Вот Скажет Опять Сейчас Криваш Я Никак До Это Сам Не Доберусь До 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 Трофим Ладно Все Пропустим Лысенко Поговорю Другой Раз Хотел Показать Вам Пару Фотографий Откуда Она Берется Это Это Бесценная Фотография Это Будет Доказательство Что Дарвин Никакого Отношения Не Имеет К Старству Этих Насекомых Вообще Никакого Вот Умнейшее Создание Сообщества Из Миллионов И сотен Миллионов Особий Вот Умнейшее Создание Которое Мы Уничтожаем Сейчас Я Хотел Показать А сразу Я не Нашел То ли Вначале То ли В конце Сейчас Покажу Я не Приготовил Заранее Фотографию Вот Теперь Жалею А может Уже И пропустил Да Ладно Я пропустил Пусть Это Будет А Если Вот Так Желать Может Так Найду Сразу Один Взглядом Если Окинуть Это Все Хотел Показать Откуда У них Ноги Растут Их Почему Они До сих пор С ума Сходят Ни Раза Десятки Смертельных Утверждений И Вы Представляете Ни Одно Не Проверили Даже Дерево Ни Одно Не Распилили После Обрезки На Концо Из Миллиона Ну Что Это Мой Минус Плохо Готовился Плохо Я Когда Видел Это В Книге Я В Шоке Был Я Был Шоке Тут Бывает Тогда Возвращаемся Там Где Мы Были Маленькая Неудача Я Надеюсь Вы Просто Отдохнули Пока Я Искал Да Вот Тимоша Мне Помогает Это Было Два Года Даз Вот Там Где И Германа Это Батер И Дали Ветки На Видите Первого Декабря На Прививку Давайте Увеличим До Предела Вот Так Вот И Что Мы Видим Мы Эта Тема Где Мы Ветки Отрезали На Прививку Эта Тема Не Сегодняшняя И Даже То Что Я Не Делал Рано На Концо А Оставлял Видите Вот Так Вот Перьки Вот Так Надо Это Будущих Учебниках Поверьте Мне Вот Моё Слово Много Стоит И Тогда Третье Тело Заметьте Вот Они Покорочены И Полезли Волчки Вот Они Волчки Вот Волчок Смотрим Вот 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 Если Было Это Отрезано Не Было Волчков Крона Обязательно Должна Восстанавливаться И Даже Самые Нижние Витки Видите Она Даже Вниз Растет Почему Потому Что Один Покроется Листьями Вот Те Кто Любит Резать И Много И Научил Всю Страну Колес Деревья Который Загубил Садогорское Садоводство Таких Авторов Десятки Соти Вот Они Не Знают Что Когда Придет Весна Эти Ветки Уже Новые В том Числе Волчки Волчки Подчеркиваю В том Числе Волчки Покроются Листьями И Эти Листья Начнут Работать Фотосинтез Будет Проходить Что Такое Лист Я Уже Говорил Солнечная Батарея Это Энергия Это Глюкоза Которая Кормит Дерево До Верхушек И до Кончиков Корней Поняли Я Просто Покрою Вот Они Не Замечают Их Ненавидят Лучше По кабалике Вот И заметят А почему Так получилось Говорил Я об этом Говорю Нет Брат Опять Присылает Еще Один Вариант Еще Один Специалист И Вот Этот Следующий Специалист Что Пишет Это Уже Следующий Вот Такой Слащавый Вот Такой Это Талант Как Людей Сотни Тысячи Десятки Убедить 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 Что надо Резать Большинство Плодовых Т.д.т. Нужна Согласки И он Начинает Резать Причем Я когда вижу Какие ветки Отрезает У меня Начинается Внутри Не то что Зачем У меня Другое слово За что За что Ненавидишь Деревья Отрезая В эту ветку Что ты Получил Кроме Раны И теперь Не будет Ни листьев Ни плодов На ней Вот Мое Постула Ответ Ненужная Обрезка Уменьшает Листовой Аппарат Раз Снижает Иммунитет И привлекает Толпу Насекомых А вот Тут Я не знаю Может быть Он от дьявола Этот Сласявый Специалист Вот Даже Не хочу сказать Тем Какой фирме Он работает Вот И так у меня Врагов Выше крыши Вот Они все Такие Меня терпеть Не любят А и тогда Может быть Они продают Это Ядохимикаты И много Что еще Сопутствующее Но Именно Эта обрезка Это привлекает Насекомых Дерево слабее Неужели Непонятно Вам руку отрежешь Вы ослабели Или нет Вторую руку Отрезали Вы стали Хуже питаться Вы стали Больше двигаться Вы больше болеете Или я что-то Не то говорю Ваш организм Покрывается Грибами Человеческий Организм Искалеченный Так же Как Игрев Эти самые Так же Как Организм Дерев Покрывается Грибами И Чем Человек Двигается Тем больше На нем Ран Шрам Вот Всевозможных Этих самых Вы знаете О чем Речь идет Когда Начинает Портиться Кожа Двигается Больше Теми же Грибами И вот Тогда Я взял Еще Вот Эту Фотографию Вот Понимаете Ее преподнесли Эту фотографию Знаете Как Обещаю Ее преподнесли Как Вот Так Надо Делать Такой Уступчик Оставлять Там Миллиметр Два И Рано Заживет Мой Очередной Постулат Я забыл Завести Мы обидели Сто раз Есть Миллионы Из триллионов Биллиардов Вот таких Рад Обычно На концу Вся планета Делает Не зажила Ни одна И не заживет Никогда А они Этого Не знают То есть Я делаю Сто Разрезов Вот Если Я делаю Тысячи Я не могу Делать Физически Ну Неужели Непонятно Сколько Вы их Не сделаете Ну Я сделал Сто Двести Да Фотографии Доказать Это Очередные Ну Хоть бы Одну Дайте Вот Жила Зажила И не найдете Никогда А как Противостоять Вот Этому Самому Ну Они Не нуждаются В обрезке В обрезке Нуждаетесь Вы Чтобы Обязательно Осенью Заработать Свои Сребряники Именно Осенью Потому Что Тоже Будет Считать А осенью Надо Резать Как Раз К тебе Ура Осень Что Будем Делать Резать Вот Посадил Вот Очередной Раз Там С Вахты Приехал Уничтожил Очередные Ветки А потом Деревья Начали Гибнуть А помните Я проводил Семинар На месте И все И все И все Видели Так Вот Что Тут Получилось Да Она Дала Первый Урожай Я Сходил Тогда Это Само Калютку Еще Не Было Забито Дружили Я Зашел Попробовал Ваджурицы Ваджурицы Не хожу Не лучше Ваё Проходит Второй Год Третий Год Я вообще Не пошел А что Надевал Это Сало Какое Что Пробовать Ваджурицы Все На Четвертый Год А в этот Год Уже Появилась Коммерческая Жилка Это Я вам Говорю Как Будущим Предпринимателем Мы Свои Люди Мы же Своих Не Знаем И вы Все Будете Предпринимателем И тут Мне Понадобились Косточки Потому Что Стоило Наш Друг Сафронов Антон Который Технический Руководитель Нашего Проекта Взял Среди Своих Подписчиков Распространил Каталог Я За Три Дня Получил 200 Заказов В Ну Пусть Там Было Три Косточки Таких Пять Таких Восемь Таких Две Таких Вот Это Было Неорганизовано Но Все равно Это Было Видно Что Впереди У меня Я Это Быстро Прошло Я Я Я Почувствовался Будущим Миллионером Честно Заработан И Тогда Я Собрался И Тех Соседей Вот Годом Раньше Чем Вот Вы Сейчас На экране Видите Абсолютно Съедобный Большой Сто Процент Съедобный А я То Ел Он Был Первый Второй Год Несъедобный Третий Год Не Проверял Так И Когда Пятый Год Когда Вдруг Оказалось Что Мне Срочно А Банчжури С тобой Было Еще Молодой И Таких Урожа Были Себе Надо Было Питомник Заложил Лишними Не Будут Вкус Меня Не Интересовал А Чем Мне Вкус Когда Главное Это Подвои Великолепны Я Беру Ведро Открываю Калитку Захожу Я Там Был Своим Где Никто Не Спрашивал Что Это Моя Соседка Перед Еле Лежит Два Ведра Стоит Полных Этих Этих Караул Которые Я считал Своими Абрикосов Я Еще Сказал Ей Вот Тебе Шикарнейшая Груша Вот Тебе Прекрасные Яблоки Вот Но А эти Два Сеятся Я для Себя Мне Просто Нет Места Дай Пожалуйста Она Их Все Собрала Почти Третье Медро Собрала Вот Сколько Пять Ты ничего не понимаешь в садоводстве Это он мне Это годовый раз Уже семинар я проводил Со всей России ко мне ехали Константинович Ты ничего не понимаешь в садоводстве Чем больше режешь, тем больше урожай Вот эта фраза Которую вбили его вот эти вот самые Что абрикос Ужнается в обрезке Так Так или и так А абрикос, кстати, особенный А они просто на этом Деньги зарабатывают Для чего я Повторяюсь не первый раз Потому что Семеченко 20-летний Парень, мужчина С Харьковской области Написал еще одну статью Я хочу его переориентировать Кто бы платил бы Человеку за то, что Вот теперь вот это все Аудио наоборот переведет в эту В абзации Главы книги будущего Это важнейшая работа Вы понимаете? С этими же фотографиями Вот с этими Вот Чтоб вот этого не учили Что вот видите Зажило Не понимая, что внутри Оно уже полумертвое Минимум 50% Поперек, если разрезать 50% Мертвечины Минимум Так, друзья Слово за слово Хорошие были Абрикосы Чтобы груша давала Это Нет еще А брат Ты мне Дальфарта доводишь Вот По первости Потом я успокаиваюсь И начинаю работать Еще одна ссылка Прислала Тобой Тобой прислала Чтобы груша давала Обильный урожай Надо грамотно Сформировать в роду И удобнее делать осенью Формируется Больший скелет С каких-то Это же Дерево Количество Оно же ослабеет Как можно Формирует скелет Частью Так отрезан Значит Хрупкость увеличивается А он этого не знает И как дерево Выдержит На следующий год Плоды Когда это И вот это Самая страшная вещь Которая им дает Казалось бы Козырь Питательные вещества Они будут Расходиться Понапрасно На ненужные побеги Они же не понимают Что ненужных побегов В дереве нет Все Я уже устал Вот это вот А это Все на будущей книге Посылат Железова У деревьев Нет ненужных веток Их главное Предназначение Веток Фотосинтез Основной жизни Они этого не знают Для них Эта ветка Это как Лишняя ножка У стула Зачем пятая ножка У стула Отбелим Да Так что ли Вдруг с пятым Сделал стул С педенок Сделал стул Сделал стул Сделал стул